Ванга предсказывала, что осень 2024 года подарит огромный успех только этим четырем знаком Зодиака. Когда осенний ветер начинает шептать тайны прошлого и будущего, эхо его слов достигает нас через время и пространство, несущие предсказания великой Ванги. Она, чьи видения окутаны мистикой и вневременной мудростью, предсказала, что осень 2024 года станет переломным моментом для четырех знаков Зодиака. Эти знаки испытают взрывной успех, какой видят лишь раз в жизни, и их звезды зажгутся ярче обычного в этот магический сезон. А прежде чем узнать кто это, напиши мне слово судьба в комментарии, и твоя жизнь изменится в лучшую сторону в эту же минуту. А мы начинаем. Первый знак Телец. Тельцы окажутся в эпицентре профессиональных и финансовых триумфов. Ваша устойчивость и трудолюбие приведут к заметному продвижению по карьерной лестнице или к реализации давних проектов, которые обернутся значительным увеличением дохода. Этот период будет наполнен урожаем, собранным из семян, посаженных вами годами ранее. Второй знак Лев. Львы встретят эту осень с распростертыми объятиями, встречая каждый день как возможность для блеска и величия. Ваши лидерские качества и творческие начинания получат признание, которое вы заслуживаете. Будь то в искусстве, бизнесе или личных начинаниях, вы обретете успех, который заставит всех вокруг восхищаться вашей звездной судьбой. Третий знак Скорпион. Скорпионы обнаружат, что их стратегическое мышление и интуитивное понимание межличностных отношений помогут им добиться успеха в сложных переговорах и проектах, требующих глубокого анализа. Ваша способность видеть сквозь людей и ситуации поможет заключить выгодные сделки, которые повлияют на ваше будущее. Четвертый знак Водолей. Водолеи, всегда смотрящие в будущее, обнаружат, что их инновационные идеи наконец найдут плодотворную почву. Новые технологии, социальные проекты или экологические инициативы под вашим руководством получат поддержку и признание. Ваши мечты о лучшем будущем начнут притворяться в жизнь, привлекая к вам единомышленников и инвесторов.